Существуют ли православные приметы? Ну, мы знаем с вами массу примет о черных кошках, о завешивании зеркал и так далее и тому подобное. Мы, конечно, знаем эти приметы. И слава тебе, Господи, сегодня такая православная миссия во многом плодотворно потрудилась над уничтожением этих мифов, легенд. И многие люди действительно стараются подмечать это и потихонечку уходят от этого, прям намеренно, что не нужно на это обращать внимания. Но остались некоторые наши с вами собратья, которые любят погадать на Библии или найти какую-то православную примету. И, конечно, придумывают эти приметы, как хотят. Дело в том, что с чем связано понятие вообще приметы? Связано оно с таким нехристианским отношением к жизни, как детерминированность. Человек — существо свободное. А вот философия детерминированности говорит о том, что за нас все предрешено. Вся наша жизнь заранее записана, и у Бога есть соответствующий план, в котором он делает пометочки «молодец, вот это сделал, вот это сделал, вот это сделал». И иногда наша с вами реальность как-то соприкасается с другой реальностью. Вот появляется черная кошка, и вот еще что-то появляется. Или что можно залезть к Богу в голову и попытаться оттуда вытащить этот план, понять, что же будет дальше. Православных или неправославных примет не существует. Дело в том, что это настолько обольстительный змей, настолько аккуратный, что он входит в нашу жизнь иногда совершенно незаметно. Иногда, придя в храм, ты увидишь мокрый пол. Или, например, ты увидишь какую-нибудь надпись, или услышишь что-нибудь в храме, что говорят люди, и подумаешь, что это обращено непосредственно к тебе, что ты случайно это услышал, и это прямо пронизало тебя с ног до головы. Вот настоящая православная примета. Но это ведет нас в тупик. Мы становимся очень зависимы от этих примет. Мы начинаем искать их везде. А когда человек начинает искать, он начинает это находить. И в результате его жизнь превращается в сплошной кошмар. Он все время кажется, что он выполняет какие-то миссии, предрешенные создателем. Он выполняет какие-то задания. И в результате его жизнь превращается в совершенно несчастную жизнь, несвободную. Поэтому православных примет не существует. И мне бы хотелось на это обратить особенное внимание. Это не связано с действием Божиим в этом мире. А о действии Божьей и о поклонении Богу, Богу живому, говорит Исход, 34 глава, 14 стих. Ибо ты не должен поклоняться Богу иному, кроме Господа, потому что имя его Ревнитель. Он, Бог, Ревнитель. А приметы — это дело язычника. Это дело, воспринимающего мир совершенно иными глазами. Желаю всем хорошей, счастливой, замечательной христианской жизни. Чтобы нам с вами не было больно или стыдно за то, что мы делаем. И чтобы мы были рядом с Богом, свободным, живым и любящим нас Богом. Храни вас Господь. До новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»